Всем привет! Меня зовут Виталий. И если как-то давно я говорил о том, что только ленивые в Китае не выпускают Android гаджеты, то сегодня уже я к этому могу, пожалуй, добавить, что только ленивые не делают эти гаджеты, которые ориентированы на детей младшего возраста, примерно от 3 до 6 лет. Причем это мое утверждение справедливо как для всех, без исключения российских китайцев, то бишь дистрибьюторов чисто китайских брендов, так и более именитых производителей всего подряд, я бы сказал. О, как загнул. Даже самого понравилось. Ну да ладно, на этом закончу с прелюдиями. И сегодня я хочу вам рассказать вот об этом детском планшете от торговой марки XZQ. Модель называется P1021. На сайте XZQ, правда, теперь принято делать бравые хвалебные обзоры и удалять критические вопросы и замечания в перчатках, но я регулярно мою руки и не боюсь куда-нибудь вляпаться, поэтому пока обойдусь без них. Вообще, может, когда-нибудь научусь елозить по сенсорным экранам ногами, вот тогда буду делать обзоры в разноцветных носках с торчащими нитками. Ну, поживем, увидим. XZQ, поставьте галочку, все-таки какая-никакая реклама. Ну ладно, идем дальше. Поставляется планшет вот в такой вот, опять же, нарядной коробкой и содержим ее вполне стандартно. Коробка выглядит следующим образом. Внутри коробки находится непосредственно сам планшетный компьютер сетевой адаптер кабель для подключения к компьютеру и он же используется для зарядки при подключении к сетевому адаптеру кабель OTG для подключения различных внешних USB-устройств к этому планшету руководству пользователя, в котором коротенечко написано, как и что, чего делается в этом детском интерфейсе. Гарантийный талон и здесь внизу еще реклама. В отличие от обычных моделей, этот детский планшет имеет довольно, ну, на мой взгляд, уникальный и очень прочный корпус. И вот форма его эргономическая довольно, как мне кажется, призвана исключить выскользование, учитывает особенности детских рук, а мелкие детали, которые могли бы представлять опасность для ребенка, да и какие-то любые другие подвижные части отсутствуют полностью. Вот, видите, здесь такая рифленая поверхность и даже винты, крепежные винты, ну, на которых держится вся эта конструкция, как бы в собранном виде, даже они закрыты заглушками. Вот. В передней части планшета, ну, как обычно, уже по традиции, ну, и куда ж ему деваться, да, находится 7-дюймовый экран, разрешение его 800 на 480, экран поддерживает мультитач, ну, конечно, это не ретинодисплей, но картинка вполне приличная, несмотря на бюджетность самого устройства. Вот. И корпус планшета, кстати, может быть выполнен в двух различных цветовых вариантах, то есть вот у меня в руках находится белый-красный, и еще может быть бело-зеленый вариант окраски корпуса этого планшета. Ну, при показе, как бы, обычного планшета я бы продолжил по поводу технических характеристик, но в данном случае считаю, что это, пожалуй, не совсем актуально, так как с имеющимися, например, детскими приложениями справится любой планшет, ну, даже самый слабенький, но более-менее современный. Вот. А экран это то, что, в общем-то, немаловажно, очень влияет на глаза, качество картинки экрана, тем более на детский, и о нем нельзя было упомянуть. Так вот, учитывая, что это детский планшет, наверное, упор нужно делать на то, как бы, какая оболочка здесь стоит. Именно на детскую оболочку. То есть, о технических характеристиках и программных оболочек, и программных, которые здесь стоят, я расскажу чуть-чуть попозже. А пока перейдем к кнопкам управления и разъемам. То есть, на лицевой панели у нас здесь имеется, вот в данном положении у меня справа от дисплея, есть две физические кнопки. Одна из них – это кнопка спуска камеры. Для того, чтобы сфотографировать, надо нажать на эту кнопку, если проще. И кнопочка «Домой». Она же выполняет функции кнопки «Эскейп», то есть, возврата на один шаг вверх. То есть, возврат, допустим, к предыдущему экрану. Вот здесь вот находится фронтальная фото-видеокамера. Разрешение у нее 0,3 Мп. Ну, не бог весть что, но для общения, например, по скайпу, если это понадобится вдруг, вполне достаточно. На верхнем торце, в данном положении планшета, конечно, находится кнопка включения, традиционная уже качелька увеличения, уменьшения громкости и отверстие, под которое скрывается кнопочка «Ресет». Ну, она имеет соответствующую надпись, эта дырочка. На правом торце находится слот под карточки памяти формата microSD, иными словами TransFlash. Поддерживаются здесь карточки до 32 ГБ. Есть разъем для подключения наушников и разъем mini-USB. Разъем mini-USB используется как для соединения с компьютером, так и для зарядки устройства. То есть, как вы заметили, отдельного разъема для зарядки аккумулятора здесь нет. То есть, все происходит через один имеющийся USB-порт. С тыльной стороны планшета находятся динамики, или один динамик, это мне неизвестно, но по отверстиям здесь, вот видите, как будто двойной динамик, да, какой-то находится. И глазок основной фото-видеокамеры. Ее разрешение 2 Мегапикселя. Справедливости ради стоит отметить также, что планшет довольно удобный, все необходимые кнопки здесь есть, ничего лишнего здесь нет, но и ничего как бы нужного тоже не пропущено. Теперь же перейдем к детскому интерфейсу. Ну, начать рассматривать детский интерфейс, я бы, пожалуй, начал с того, что имеющаяся здесь детская оболочка, вот, которая перед вами сейчас находится, она как бы обеспечивает родителям полный контроль, а детям, ну, удобство обучения, игры, или развитие каких-то творческих способностей. Ну, давайте рассмотрим чуть поподробнее. Сниму пленку, чтобы она не мешалась. Есть вот такой воздушный шарик, здесь как бы кнопочка Play, вот, если ее включить в режиме Play, да, то начинают эти вот картинки все двигаться. Чтобы это все нам не мешалось, и, ну, наверное, стоит это все остановить. Вот, когда оно неподвижное, здесь, в общем-то, по углам расположено следующее. Здесь можно выставить дату и время. Здесь можно посмотреть фотографии, но сейчас никаких фотографий нет, поэтому здесь ничего это не будет показано. Настройки. В данном случае это настройки детского интерфейса. Здесь можно включить-выключить Wi-Fi и, допустим, отрегулировать громкость и яркость экрана. Практически больше ничего в этом интерфейсе в детском сделать нельзя. Все остальное настраивают родители. Ну, это я, что касается настроек. В серединке находится вот такая вот веселенькая штучка, которая заменяет, как бы, ну, файловый браузер или менеджер там каких-то файлов. Ну, то есть рабочие столы, которые во взрослом интерфейсе присутствуют, да, которые можно листать там слева направо и выбирать какие-то эти. Здесь все это разбито по категориям. То есть, например, есть там категория... Сейчас что-то я нажал уже. Есть категория, например, рисования. Вот мы заходим в рисованию, и здесь вот в данный момент установлено всего лишь два приложения. То есть есть доступ к двум приложениям. То есть это можно включить и что-то там пораскрашивать какую-то картинку. То есть выбрать свет и заняться раскрашиванием картинки. То есть причем, видите, за границей это раскраски не выходит. То есть подойдет для самых маленьких детей, которые даже могут промахиваться там мимо какого-то изображения. Вот этой кнопочкой можно вернуться назад, опять же. Кроме этого, есть рисовалочка так называемая. То есть здесь уже можно самому рисовать. Ну, есть раскраска, но есть свободное рисование. То есть можно самому, например, что-нибудь нарисовать. Ребенок может. Для этого он выберет, например, любой карандаш и чего-то там изобразит. Типа такая, например, такая картинка. Есть стирательная резинка. Можно что-то подправить, можно что-то убрать. Можно вывести так, что будет показывать... А, сейчас у меня стоит стирательная резинка. Сейчас мы перейдем на карандаш. Можно вывести так, что будет показываться именно карандаш. А не просто возюканье пальцем. И карандаш этот может находиться либо в левой, либо в правой руке. Видите, переключается это все. На мой взгляд, довольно прилично, довольно интересно для ребенка будет точно что-то порисовать. Причем это все можно сохранить. Это все можно сохранить. И, по крайней мере, не нужно там не затачивать карандаши, не портить бумагу, не искать листы, там ватман или еще что-то. То есть, если это где-то происходит все в дороге, то вполне можно занять чем-нибудь ребенка, пока родители там занимаются своими делами. Или отдыхают, в конце концов. Раздел. Следующий раздел. Опять, экран довольно чувствительный, поэтому надо крутить аккуратно. Раздел. Это у нас что такое? Это у нас мультимедиа. Раздел мультимедиа пустой, поэтому там ничего и нет. Раздел заметки. Ну, раздел заметки это, по сути дела, тот же самый блокнот. То есть, если ребенок умеет читать и писать, то он может сделать там какую-нибудь запись у себя в блокноте. Полноценные клавиатуры, там переключение языков, как обычно. То есть, все это здесь есть. Возвращаться, опять же, можно либо физической кнопкой, как я уже говорил, что она позволяет возвращаться на экран назад. Либо есть виртуальная кнопка, то есть, ну, обычное андроидовское меню. Так, рисовалки посмотрели, заметки посмотрели. Есть раздел игрушек. Раздел игры, что из себя представляет. Здесь различные развивающие игрушки. То есть, ну, как бы набор их абсолютно стандартный. То есть, во всех китайских планшетах, если это посвящены они детям даже, ну, если брать те, которые встречаются у нас в магазинах под российскими брендами, там, XDQ, Smarty, там, ну, кто у нас еще есть? Funk есть. То есть, там все эти приложения приблизительно те же самые. То есть, набор приложений стандартный. Этих приложений полно в Play Market. То есть, ну, например, есть детские игры. Вот такую, да? Запустим. Это какие-то здесь вот, вернее, не какие-то. Я-то знаю, что это такое. Это детские игрушки, это развивающие. То есть, есть мозаика. То есть, можно нарисовать что-то, раскрасить. Выберем, можно карандаш. Голосовая подсказка идет. Указание пальцем, чего можно взять. И, соответственно, даже любой малолетний ребенок сможет все это дело раскрасить. То есть, ну, будет и координация движения, и как бы будет понимать, что делать. Видите, вот это лишнее было. Здесь же есть еще, можно выучить алфавит. Вот загружаются. То есть, можно буквы. Можно буквы, можно цифры. Ну, здесь, когда буквы я выбираю, здесь, видите, предлагается еще и купить чего-то там. Ну, вот нужно расставить цифры по своим местам. То есть, это можно буквы, цифры, в общем-то, ребенок сможет освоить. Помимо того, что они расставляют, ну, здесь по своим местам, еще голос, как слышите, если слышите, произносит все это дело. Кстати, по поводу динамика. Динамик, конечно, здесь тиховат. То есть, сейчас вот у меня стоит практически максимальная громкость, а, как бы, детский голос, вот этот, который произносит эти цифры, он даже не слышен не очень хорошо, и не знаю, как вам это все слышно. Ну, буду надеяться, что это вам слышно. Угадайка. Тоже стандартная вещь. Там нужно из двух карточек, как бы, упражнение такое на внимательность, да? То есть, выбрать две одинаковые картинки. Вот здесь. Ну, и попарно. Они в некоторых, они исчезают, здесь они остаются. Следующая, ну, есть такая вот развивающая игрушка. Когда я делал обзор планшета от Execution P1001, там тоже такая игрушка была. Это такой квест с подсказками, я не знаю даже, к какому жанру отнести, но я бы сказал, там какой-нибудь пазл-квест, где нужно что-то найти и что-то куда-то переместить. Вот. Прелюдии можно пропустить. Кому интересно, тот сможет найти всегда описание этой игрушки в интернете. И здесь вот идут подсказки. Нужно найти фиолетовый камень. Ну, ребенок должен уметь читать тот, который здесь играет, либо родитель должен ему читать, чего ему надо делать. Вот мы нашли фиолетовый, и теперь надо найти желтый камень. Масштабировать нету. Вот, желтый камень. Здесь только движение. Синий камень. Вот мы нашли синий камень. Теперь нужно искать красный камень. Красный камень тут фиг его знает где. Я, по крайней мере, его не вижу. Нет вот он. Вот здесь вот. Ну, то есть вот такого плана игрушка, да? Сейчас будем смотреть дальше из этих игр. Ну, все подряд я их не буду показывать. Я просто покажу сам факт того, что здесь есть. Как бы. Это уже вот шутер написано, да? То есть какая-то леталка-стрелялка. Управление с самолетиком. Собираем звездочки, накапливаем оружие. То есть, я думаю, с такими игрушками, ну, по крайней мере, более-менее взрослые и дети, и люди с этим делом встречались и наверняка когда-нибудь что-нибудь подобное уже видели. Пускай это было не Android, пускай это управлялось не сенсорным экраном, но это было, например, та же самая Sega, это та же самая Dendy какая-нибудь, ну, и другие игровые приставки. Сейчас я выйду отсюда, поставим паузу. Закончим эту игру. Что еще здесь есть? Ну, вот этот кот тоже я его, по-моему, показывал, да, когда предыдущий планшет 1001 был обзор. Показывал я этого кота. Своеобразно это могучий. То есть, есть какие-то уровни этого зверя, его сытости, довольности, здоровья и энергии жизненной. Вот сейчас у него кроме жизненной энергии и немножко здоровья, у него больше ничего не осталось, потому что у него наполнитель, наверное, грязный. И он ему не дает жить спокойно. То есть, вот можно его там покормить, вот у него добавилось там, можно запустить там игрушки с ним, поиграть. И чем быстрее я все подряд эти игрушки буду запускать, тем, значит, у него быстрее будет расти вот это вот напротив мышки. Это его, значит, довольность. Там это какие-то лапы собираются. Это если он ничего не делает и его много кормят, его можно взвесить. Он там от лишнего веса страдает, наверное, да? И лампочка. Если лампочку нажать, то он ложится спать и у него вот эта вот линия здоровья постепенно увеличивается. То есть, вот такой вот тамагочи. Кстати, многие вот приходят к нам в магазин, даже более взрослые люди, и спрашивают там, а есть у вас тамагочи, а есть у вас тамагочи. Так вот, в этом планшете вот есть тамагочи. Ну, с играми, пожалуй, можно и закончить. Теперь раздел книги здесь. Наиболее, наверное, интересно и из того, что здесь есть, это анимированные книги, либо аудиокниги. То есть, на ночь глядя можно, например, послушать сказку про редку. Ребенок сам может послушать без помощи родителей. Такое, нечто такое, папа-мама-заменитель. Может быть, это и не очень хорошо, но вот оно есть, оно кем-то придумано, и, наверное, все это будет востребовано. Ну вот, слышите? То есть, в тихой комнате динамик вполне достойно звучит, как бы. Но если бы это было чуть-чуть больше шума, то надо бы было использовать наушники. Наушников здесь, как видели, в комплекте нет. Ну, их в планшетах практически нигде нет. Гарнитура дается только планшетам, которые, как бы, поддерживают телефонную связь. Ну, и те наушники, которые входят в комплект любых игровых приставок, которые у нас есть на андроиде, они, я думаю, у ребенка-то в уши вряд ли влезут. Поэтому не стоит обращать внимание на то, что нет наушников. Не так это дорого стоит, чтобы купить более-менее приличные наушники. Много денег не нужно. Ну, вот такая аудиокнига. Затем есть, это, как бы, видели, там и анимировано все, и рассказы. Есть вот такая, как бы, видите, идут картинки и рассказывается сказка. То есть можно все это листать. Можно, наверное, все по-новой. Вот крылатый, махнатый, да масленький. То есть ребенок совершенно спокойно может полежать, посидеть перед сном, допустим. послушать сказку. Ну, сейчас я отсюда выйду. Что еще здесь есть? Это библиотека, соответственно, приложение, но ее здесь нет. Еще одна книжка, видите, повторяет. Сейчас мы пролистаем в начало. Как видите, это Елена Премудрая, пожалуйста. То же самое сказка, то же самое аудио сказка. Можно со звуком, можно без звука. Можно вот пролистывать. Вот начинается эта сказка. Так что тоже, может, совершенно спокойно. И таких книжек, кстати, в плей-маркете-то много. Да и просто по интернету поискать, если, то довольно много подобного рода приложений. Ну вот, кратинечко мы пробежались по поводу раздела и разделов этого детского интерфейса. Согласитесь, что довольно все удобно, довольно все интересно будет ребенку. И, по крайней мере, он сам сможет с этим совсем справиться. То есть родителям нужно будет совсем мало времени провести до того момента, когда ребенок освоит управление вот этим вот планшетом. И теперь вернусь я, пожалуй, к родительскому контролю. То есть что это такое, с чем его едят и как это здесь осуществляется. То есть при любом включении-выключении планшета, вот в том виде, в котором он сейчас здесь находится, запускается, будет запускаться будет детский интерфейс. Если ребенок куда-то захочет зайти и что-то сделать, то кроме как вот этих вот двух ползунков и включения-выключения Wi-Fi, и то, если разрешен этот Wi-Fi, ну, будет видеть еще заряд аккумулятора, и то, если этот Wi-Fi будет как бы включен в родительском контроле. Только тогда ребенок сможет воспользоваться здесь вот этим вот переключателем Wi-Fi, то есть и что-то он из этого получит. Если я нажму кнопочку «Родители», здесь потребуется ввести пароль. Изначально пароль здесь установлен 1234, ну, его можно всегда поменять при желании. Я не буду выходить из детского интерфейса, я останусь в детском интерфейсе, но включу как бы интерфейс детский с уклоном в родители. Вот как загнул. Вот. Что здесь можно сделать? Здесь можно поменять пароль, здесь можно установить времени игры, сколько ребенок будет играть, сколько он будет отдыхать там, и когда этот планшет выключится, когда он включится, когда он даст поиграть, когда он не даст поиграть. Затем раздел игры. Раздел игры – это как раз мы попадаем вот практически вот в этот вот шарик, только разбитый именно под то, чтобы им управлять. То есть, например, если зайти в игрушки, нажать эти игры, то вот открывается, по сути дела, файловый менеджер. Это все, что есть в планшете. Это все, что есть в планшете. И здесь можно поставить галочки, что будет отображаться, а что не будет отображаться. То есть, да, вот. Какие игрушки будут сюда заходить, какие игрушки сюда не будут заходить. То есть, например, разбуку с картинками здесь не стоит отображать, потому что для нее будет свое как бы свой раздел а так здесь будут вот можно выбрать те именно игры подчеркиваю именно игры которые будут отображаться то можно тут винегрета наделать что будет вообще здесь все отображаться вот что здесь приложение например какие-то то есть вот вот смотрите сейчас если я отсюда выйду я зайду в детский интерфейс и запущу приложение вот я запустил приложение кстати о них я вам еще не говорил остановлюсь попозже вот есть браузер да то есть вот если сюда запускает у меня пошла загрузка интернета там google сейчас загрузится и так далее то есть включен вай фай и всего прочего этот же браузер появился здесь не случайно то есть если я выйду отсюда например из войду в родительский интерфейс нажму кнопочку игры нажму приложение и сниму галочку с браузера сейчас найти только надо этот браузеру сниму вот эту галочку то этот браузер отображаться уже больше не будет то есть и ребенок пользоваться браузером не сможет еще помимо всего прочего можно включить кнопочку браузера выставить там режимы ограничения всяких профилей так далее то есть чтобы ребенок и не мог зайти туда куда этого делать не следует и сейчас мы вернемся опять в детский интерфейс и зайду в приложение вот видите браузер вот здесь был браузер пропал что здесь есть приложение в приложениях есть веселенький калькулятор такой вот ну где детско выглядящий назначение не знаю насколько это нужно например ребенку от 3 до 6 лет пользоваться вот таким калькулятором ну сложно сказать но вот он есть он довольно интересные циферки мелковатые ну по крайней мере считает и делает как обычный калькулятор есть азбука с картинками то есть ребенок может освоить азбуку освоить алфавит ну я бы так сказал кстати планшет довольно легкий то есть он там 300 с небольшим грамм весит то есть и вот эти вращения изменения положения экрана там книжный альбомный я так сказал вертикальный горизонтальный она у ребенка затруднений не должно высказать вот эту азбуку тоже можно довольно встретить здесь сразу же буковка есть есть как она пишется показано и можно послушать что это такое а также здесь же находятся предметы которые начинаются в данном случае на эту букву а то есть это ананас акула антенна арфа и в арбуз следующие буквы есть и так далее можно нажать вот так здесь будут гласные буквы у нас красные согласные буквы здесь синие то есть ребенок может освоить и азбуку вот кстати удобно что есть физическая кнопка возврата то есть совершенно все спокойно нужно вернуться что еще логика для детей это приложение которое позволяет освоить цифры либо освоить но я не знаю как бы пространное стильное такое восприятие либо внешние контуры предмета то есть на что похож мячик надо показать что он похож на это на что похож вот кусок сыра очевидно похож на треугольник то есть вот такие вот если включить цифры то здесь уже как бы спрашивают ну то есть ребенок подразумевается он должен обладать какими-то математическими знаниями то есть это уже ну наверное явно не трехлетний ребенок но 5-6 лет скорее всего так и есть какое число здесь больше всего ну пускай будет вот это какое число меньше то есть еще и внимательность должно быть но из меня в таком виде математик то прекрасный там двойку от тройки я отличаю совершенно спокойно вот и ребенок наверно тоже с этим вполне справиться не знаю насколько это будет ему интересно математика математика понятно там нужно будет что-то сосчитать очевидно тоже в помощь давайте упражнения учим числа ребенок сразу увидит как выглядит и как считается данная цифра потрясем телефон у потрясли она все погасло до надеюсь вы в общем то поняли так выйти надо отсюда я так думаю надеюсь вы поняли суть этих всех вещей дальше здесь есть первые слова так называемые могут быть там немецкий английский французский русский оставим подразумевается очевидно что это будет позволять каким-то образом осваивать язык если ребенок будет один вряд ли он тут чего-нибудь освоит если ребенок ну я в плане не родных языков если ребенок будет с родителем заниматься например и родитель будет участвовать еще и в этих играх то я думаю что ничего плохого из этого не будет наоборот ребенок будет осваивать все это гораздо быстрее ну давайте яблоко так чем опять же здесь буквы то есть умение читать будет развиваться затем все это произнесется даже по бухам они по слогам персик 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 отправится сейчас в колбочку в колбочку к солнышку и солнышко перестанет грустить и будет совсем-совсем довольны английские немецкие французские то же самое только на соответствующих языках ну вот так вот такое вот окончательное рассмотрение вот это вот детского интерфейса доступ родительский контроль я вам уже показал ну и напоследок стоит упомянуть железо которое здесь есть в этом планшетном компьютере сейчас я выйду наверное из этого детского интерфейса выходим из интерфейса когда мы выходим из детского интерфейса мы попадаем в обычный интерфейс андроида и час и вот они все приложения которые там есть и которыми родитель управляет показывать их ребенку или не показывать давать к ним доступ или не давать к ним доступ через детский интерфейс а также в режиме настроек вот мы заходим все как в обычном android устройстве то есть модель версия андроида 422 и так далее вот про железо экзекью планшет этот пи 10 21 выполнен на базе процессора rockchip rk 2926 то есть процессор обладает низким энергопотреблением видеосистема здесь мали 400 500 гигабайт 500 мегабайт оперативки 4 гигабайта встроенной флеш памяти и аккумулятор емкостью 2800 миллиампер часов как заявлен на сайте экзекью он должен обеспечить но до пяти часов автономной работы этого планшета скорее всего это правда потому что как бы ну сам этот чип он как раз и делался для того чтобы употреблять как можно меньше энергии вот сам я не проверял честно говоря не было большого желания проверить время автономной работы планшета если будет он работать часа 34 для того чтобы занять ребенка это больше чем достаточно а дальше пускай отдыхает а планшет заряжается правильно управляется этот планшет относительно свежей версии android как я вам показал используется версия 42 хотя на сайте самого экзек указана система 41 кстати ну в очередной раз нам так сказать дали гораздо лучше мех чем обещали на сайте ну что поделаешь и опять же если же выйти из детского интерфейса как я вам показал мы попадаем в обычный интерфейс android и получаем довольно средний по характеристикам планшет который ну годен пожалуй только для интернет серфинга посещения play маркета youtube и просмортов мультиков и игры там в игрушке подобных ангри берст например по прожорливости но по большому счету он именно таким образом и позиционируется и взрослым его не следует совершенно рассматривать для себя как ну гаджет под себя до для малолетних и не очень даже малолетних детей функционала имеющегося ну больше чем достаточно то есть поэтому пользуйтесь детским интерфейсом ну и выводы данный планшет экзекю модель p1021 способен он не более чем предоставить доступ к тому что о чем я вам говорил но кроме этого он предоставляет доступ к огромному ассортименту детского контента имеющейся сети там и аудиокниги какие-нибудь обучалки и сотни классических и современных мультиков и тому подобное в конце концов можно поставить сюда интернет кинотеатр и все будет замечательно ребенок сам разберется там например в детском там и ве каком-нибудь кинотеатре интернеты ну за нишевость и крепкий корпус этого планшета придется расплатиться несколькими дополнительными сотнями рублей по сравнению со стоимости обычного планшета то есть этот планшет стоит чуть дороже не намного но все-таки дороже ну на этом пожалуй я и закруглюсь на сегодня до встречи смотрите наши видео приходите к нам на сайт с вами был Виталий